Доброго времени суток, с вами Тексер и ксенонавты вторые. Ну что ж, очень полезный товарищ, так, четыре снаряда, иди-ка ты куда-нибудь туда. Говорите, а тут у меня тоже дверь, тут тоже дверь. Окей. Ну, здрасте. А у вас все дома? 30. А, 34, нормально. Так. Пулемет, нет, ой, вот этот, ребят, серьезный, конечно. Присядь. Так. Ну, туда присядь. Сейчас мы вас расстротируем. А, понятно. Присядь. Тут вот большой вопрос. Откуда ждать нападения? Куда целиться и все такое? Второй пулемет. Так. Давай сюда. Поехали. Шар летает. Я сейчас сюда постреляю. Я сейчас во все стороны посмотрю. Тут чего главное-то? Здрасте. Че, никого? О. Как все запущено. Так, ты чего тут у нас стоишь? Как тополь на плющихе. От, присядь, пожалуйста. Давай, ждем. Кто им дорвется? Правильно? Правильно. Дверь прям открывает активно. Мне нравится, как танки стоят. Так, ну тебе давай сюда стрелять. Не пулемет. Вот ты. Ты, пардон, еще стреляешь на 32. Назверела? Опа, вот оно. Ай. А меня-то за что? Ай. Ай. Привет. Я, собственно, ничего. Я так это... Я просто вот тут. Просто к слову пришлось. Да. Так. А, попроще. Подавлен. Молодцом. Кого видишь, этого? Значит, как-то ты не впечатлил. Так. А вот этого момента я не понял. Почему он не пробил? А этот раненый. А этот... Какая-то я раненый сам себя может получить. Такой нючку хоть не хватит. Отлично. Ну, как-то вот. Ждем. Там подавленный сидит. Я надеюсь, он промажет. Вот это вот очень... Очень не очень все. Сейчас еще кто-нибудь полезет. А это лечится собака. Ну, сейчас его танки выпилят. Я более чем уверен. А может, не только танки. А может, и в общем не танки. Присядь. Так. Туда. Сюда. Туда. Сюда. Так. Ты в угол. Отлично. Но бывает. Иди прячься. В догонку. Молодец. Ловок. Отъехала. Ну, че. Пока у меня один раненый, а так все хорошо. Ждем. Вот этот плохо сидит. Пулеметчик, блин. Ну, снайперу будем надеяться, что его не зацепят. Хотя вот у них вот... Не, вроде не спряет нормально. Так. Ждем дальше. Ну, че. Никто не хочет подойти. Я вот очень за то, чтобы на большую дистанцию воевать с врагом. Снайпер. Не, не добиваешь. А, ладно. Вот и добей. А, вот так. Че там? Ничего. А, продолжаем сидеть ждать. Ну, неужели... О, че-то вышло. Вот это было прям здорово. А, прям отлично. Убеглось. Ну, теперь они знают, где я. Они ко мне пойдут, иначе. А, понял. Чувак, ты подавлен. Ты прям так подавлен. У-у-у-у. Ждем. По-моему, это был пулемет, но выставил бы как будто из винтовки. О, здрасте. Косой пень. Сносить его нафиг. Все, поперли. Вот оно, счастье-то. Отлично. Патрошки еще есть. У кого патрошек нет? Признавайтесь. Вот у тебя. У тебя есть. Ну, у тебя понятное дело. Все хорошо, ждем. Давайте. Штурм. Шары не идут. Мне это не нравится. Так, а тут? А там некуда. Так, может, выстрел пробил. Вот тут дверца есть, да. Но как-то она... Когда успел? Когда бы припасы прострал. По-моему, он не по двери выстрелил. Ну, неважно. Ну что, кто-нибудь еще может придет? Нет? А нет желающих. Нету желающих. Ай, ничего не видно. Дверь тяга есть. Ну, там не видно ни хрена. Ну, ладно, что, пошли. Пулемет новый. Пулемет. И трактор. Ну, вот тут гоп-компании. Пойдем сейчас посмотрим, что там. Ух ты ж, елки. Как что-то запущено-то. Ну, я так аккуратно. Ну, тут много всего. Па. Привет. Откуда пришел? Как раз шевелил. Опа. А, он из-за угла выбежал. Где деятель? Ну, по-моему, никого нет. Не должно быть. Так, хорошо. Иди сюда. Все туда посмотрим. Приближает, что ли? Так, по звуку, да? Вот он. Лежать. Четко, как-то тут живенько очень. У меня плохие предчувствия. Пулемет. Пулемет еще целый. Нормально. По-моему, тут зал с телепортом. На второй этаж как раз и есть. По-моему, там плавал. Ну, трактор надо вставлять. Так, кого мы отсюда можем еще перетащить без вреда, так сказать. Давай вот тебя. Хотя нет, тебя с вредом. Снайпера нет. Вот еще одного легкого. Трактор стоит, караулит тут. Да, блин, он есть здесь. Но они прям тут. Я прям чувствую. Оттуда дверей нету. Оп. Ждем. Так, давай тебя. Здрасте. 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 Чем мог? Чем мог? Фитнарик больше нельзя. О, это вообще не оружие. Я, по-моему, даже броню не провел. 47. Ну, выстрелится. О, вот это я втащил. Это я хорошо. Хорошо, что трактор под боком. Ой, елки. Ну, беги, беги. Да, это беги. Они свалить решили. Наивные. Ничего, сейчас зачем им их тут? Так, ты лечись. Так. Ну, давай. Куда вы там ломанулись? Ну, у них вариантов не много. Они могут вот так пробежать. И тут встретят. Они могут сюда побежать. И тут тоже встретят. Ну-ка, зайди. Смотри. Нет, ничего нет. Ну, что, где диверсанты смелые? Тишина. Тишина. Ну, ладно. Еще никого? Так бывает. Вы куда промчались-то, Эрды? Так, там чего? А, там дверь еще одна. Ну, они сюда, видимо, практически. Так, слушай, трактор еще один. Ух ты ж. Это ты хорошо вышел. Так, ну там у меня подранок. Угу. Так. Даже не заряжу. Блин, какой ты косой. Так, сиди пока там. Так, тут у нас чего? Тут у нас выстрел в спину будет. Если что. Как вы умудряетесь, а? Упаковали. Ну, их два всего убежало. А этот с пистолетом остался. То есть, он не боец. Так. Это, строго говоря, тоже не богат снаряжением, но все-таки. Так, сидите, караульте. Вам танк может придать. А, пожалуй, что да. Так, хорошо. Здесь сработали. Ну что, пошли влево. Тут ничего нет, тут ничего нет, там. Есть. Так. Два снайпера. Снайпера никуда. А вот, легко вооруженных товарищей. Давай. Так, все. Вам теперь только тут сидеть, смотреть. Разворачивайся, товарищи. Так. Как они могут пройти? Вот так, в принципе, могли бы пройти. Ну и кто-то увидит. Я, по-моему, еще один шарик слышал. Блин, мне больше нравится стрелять. А, не, это, не открывай дверь. Вот, тоже дверь. Вот он, шар. Тут вопрос, что его встретить. Успеет ли это кто-то смотаться? Вот тут может быть. Насколько я помню, базу. Такое вполне может быть. Никого. На удивление. Вот там теперь может быть. Да. Там как раз была комната, в которой часто живет шар. Часто. Ладно, я еще два базы видел. Очень часто. Так. Товарищ гранатомюч. Это вообще бесполезный товарищ. Товарищ гранатомюч. Значит, давай ты добивешь. Так. Тут она получается классический гэтун. Значит. Телепорты. Значит, база неизменная. Я просто так смотрю по форме. Очень на то похоже. Патронов что-то мало у меня. Надо больше обоим с собой брать. Пулемет нет. Да. Здрасте. О. Страдал. Бесполезный товарищ. Восемь. Вот из этой мегапушки восемь. Серьезно. О. И убили. Ну, я даже не знаю, как это произошло. Я ни при чем. Так. Пошли вперед. Ну, тут как бы... Мы во всю ширину. Растопырились. Поэтому можешь себе позволить. Ну, как всегда, гранатометчик всех спас. Немножко нетрадиционным способом. Подставившись под удар. Если бы я его сюда не вывел, убили кого-то другого бы. Потому что пушка у шара страшная. Так. Ну, а он сюда пойти теперь. Да все. Остался второй этаж. Где-то телепорты. Так. Ханаколбом. Этот танк не умеет по другому ездить. Че он... А, он двери вышибает. Вообще красота. Возьму вооружение. Потому что он двери вышибает. Потому что я выстрелами их вышибаю. Это не очень хорошо. Так, я зайду сюда. Но я очень сильно сомневаюсь, что там что-то есть. Угу. Ну, че там нет. Вообще сюда очень много народу я послал. Там вот меньше. Наверное, вот этого сейчас туда отправлю. Ну, тут еще лязгает дверями. Да. Вот тут какие-то мелкие комнаты, если я правильно помню. Так. Не, у меня за ним пулеметчик нужен рядом. Пулеметчик, в общем, всего 4 патрона. Потом перезаряжаться. Ну, то ладно. Так. А вы к этой двери давайте, ребята. Так, ну чего. Наверное, открою дверь просто. И просто заеду. А тут никого. Так, трактор только не сноси дверь. У тебя. Так, ты тоже заходи сюда. Гостем будешь. Тоже никого, да? Замавно. Большой люк, маленький люк. Так, ну пока не заходим. Пока подтягиваюсь. Опять шар, да? Ну, это не мелочится, товарищ. Сейчас там отнорок посмотрим. Ну, тут понятно. В дверь смотрим сидим. Так, ждем. Это вот. Все тут. Ой, елки. Мне все так однозначно, да? Да, там еще комната. Ну, тут не комната. Получается целый уровень комнаты. И ворота еще одни. Мило. Вот отсюда могут выйти, конечно. Но металл надо проверить штуку. Айдьте. Я что там? А как же я эту дверь-то посмотрел? Все нормально, ничего больше нет. Так, пошли сюда. Ну, чего? Вот он, последний зал, я так понимаю. А где сокрыто главное? А, тут там бурща будет, да? Странно, тут какая-то желтая фигня на двери, а тут нету. Вот он можно в бочину получить, на самом деле. У тех слева тоже, значит, там был. Ну, собственно, у тех справа тоже там был. Здрасте. М-м-м-м. Входа нет. Ну, давай. Пурль тебе в лоб. Выходи. Маловато. Ну, ладно. Так. Привет. Привет. Ну, я не то, чтобы вот. Ну, я не то, чтобы вот. Так, короче, туда. Нет. Давай, что, успеешь. Ну, бездорожье там сидит, понятное дело. Не свой пистолетик у кого-то тут брать. Дверь, я так понимаю, опустится. Я надеюсь. Подбежал, побежал. Чего телепортиться? Косую пень. Угу. У меня ход-то отдайте. Отлично. Прет тебя под ранок. Чем-то подлечим. А, отлично. А в тебя постреляем. Клац. Ну, бывает. Ага. Так, там все, ребята. Легко дымится. Так. Сюда. Ну, че? Готовимся заходить наверх? Ай, ты... Не сработало. А так бывает? Так. Ну-ка, остальные трактора мои. Ты под ранок-то в последнюю очередь сюда зайдешь. А ты не зайдешь. Ну, ладно. Еще ход потратим. Че-то там вверху осталось, не знаю. Но наверху обычно достаточно злобненько сидят. Ой, че я делаю. Ну, ладно. Че я делаю, че я делаю. Патрон трачу. Еще ход ждем. Ну, вообще, будет чистое взятие базы. За исключением гранатами очка, конечно. Так. Все. Следующий ход начинаем. Тут раз в форный момент, то пер должен заходить. И откуда, да? Здрасте. А вот этот, ты неплохо зашел. Оглушение. Не любит меня. Хороший пистолет. Прям хороший. Так, а тут я зашел? А тут зашел? Нет. У него дамаг прям... Мне понравился. О! Я твой дом трубашопал. А, это где я? А, сзади. Да ты. Блин. Идиотия. Я твой дом. Так, тут что у нас? Ходили все, все ходили. Тебе, к сожалению, придется пойти полечить того товарища, пока он не помер. Так. Ну, заходи. А это ты фигню спарал, чувак. Снайпер. Да давай. Так, кто нехоженый? Кто-то же нехоженый. Я что тут делаешь-то? Не добежал? А, ну у тебя оружия нет. Все нормально. Ну, потрепали их там хорошо. Полечился кто-то. Давай. А рисковать так рисковать. Да что ж, такой крепкий-то. А ты такой косой. Оу. Вот это неудачно было. Ладно. Сейчас уй пень. Блин, у нас поворота выходит. Что за хрень такая? А, это будет с поворотом. А танку пофигу, танк не поднимается. Выигрыш. Ну, чисто. Кроме гранатометчика все хорошо. Низко раненых. А гранатометчик просто идиот подставился. Еще у него брони хорошей не было. Он в каком-то барахле, по-моему, был. Эти все бронячие. А вот гранатометчик нет. Ну, выживет, значит, выживет. Не выживет, но судьба такая. Убит. Ну, не повезло. Чего у нас тут? А, оглушайку делают. Нормально. Полетели на базу. Восстановление тканей. Тоже хорошо. Тогда что-нибудь продадим ненужное. Чтоб удов есть ненужное. Привет для проектов. Так, хорошо, как-то надо делать, чтобы автоматом продавалось. Чтоб удоверить. Ой, мой, сей, кто он. Сиди, давай. Двух продам. О, все, он офицер. Интересно. Продать. Ну, на базу я пока не пойду. Там базы злобная такая. Снайперская гаусс-винтовка. Ух. Что у нас тут? Лазер-перезарядка. Снайперская гаусс-винтовка. Бронька. Так, страж самый ядреный. Страш, у нас самый ядреный. 5. А, стража не вижу. Давайте мы еще немножко дадим. 8. Давайте вот так. 5 и 5 будет 10. Здорово же. Гаусс-батарея. Гаусс-бластер. Вот это какое. А я могу вот выше? Могу. А линии в обойголовке вообще не упрямились. Кстати. Что у нас? Северная Америка слабо. Улучшенное оглушающее оружие. Шоковая дубинка шокера весьма полезный. Видеоружие. Однако ваши солдаты постоянно жалуются на то, что их применение связано с высоким уровнем потерь в боевом составе, которое предположительно связано с тем, что снаряжение работало лишь в ближнем бою. В последующих электрошоковых вариациях мы пытались устранить тем мнимые недостатки. Новое энергооружие позволяет создать из дряженных частей стабильную сферу, которую можно направить в цель с помощью магнитов. При столкновении с объектом целостность сферы мгновенно нарушается. При этом освобождается электрическая энергия в виде молнии, которые уходят в землю, предварительно глушив биологическое существо, нанеся значительный урон роботу. Электрошоковая винтовка и электрошоковый пистолет оказались эффективнее своих предшественников, так что выбор обусловлен исключительно личными предпочтениями. Винтовка мощнее и позволяет вести с трибуны значительной дистанции, а пистолет легче и может быть использован как дополнительное оружие. К слову, мне удалось создать электрошоковую гранату, улучшенную версию существует светошумовой. Это снаряжение является многофункциональным. Оно позволяет подавить из-за одного глушения биологического врага, а также вывести из строя электронику. Надеюсь, теперь жалоб станет меньше, хотя опыт подсказывает, что вероятность этого мала. Ну и мы вот всякого можем разного, да. Давайте вот это. Развоз с тканей. Тишина, пока ничего не происходит. Снайперская галстеринка. Дадим назначим проект, потому что я хочу еще... А, в предметах, наверное, да? Да, вот электрошоковая винтовка. Пум. Сырьяненький. Пум. Ну, интересно же. Согласитесь. А, оленевые гранаты я даже не делал. Ну, давайте, ладно, пусть будет. Шокер, шоковая дубинка. Не делал. Ну, хорошо, опять кончился оленей. Оленину кончилось. Давай. Ну, оно что-то производится, все нормально. Так. Немножко пойдешь, ну ладно, деньги есть. А дайте посмотрим, что у меня, собственно, стоит. А мне говорили, что еще надо поставить не лазеры сюда, а... А у меня нет ничего. Только лазеры. А, я гаоспошку еще не открыл. Все нормально. Немножко. Так. Отправить перехватчики Фигри. Надерить им жопу. Латинская Америка пошел. И там еще. Ох ты. Как она? Сразу по всем фронтам, да? Кто первый? Бомбардировщик. А, был бомбардировщик? А он не был. Ой, надо было засушить преследовать. Поздно. Ну, мне кажется, бомбардировщик... Он истребителем урона не должен сигнал наносить. Погнали. Нормально он товарил. Сигнал влаз. Ладно, починит. Последним давай. Похититель? Да. Гоняться сейчас. Собью и все. Обухититель калибр маловат. Ага, гаос-пулемет. Хорошо. Мне кажется, никто привыкончил раньше. Над водой тоже поймали. Ну, что поделать. Над водой. О-о-о. А что вы такие битые? У меня один вопрос. Ну, ладно. А знаете, в чем странность? Я вот он форсаж включил, а тем нет. Покажи. Ага. Довольно нормально бьет. Ну, пострадали, конечно, да. Ничего не попишешь. Чинить, слетить. Интересно, да? Обломки собраны. НЛ-бомбардировщик. Бомбардировщик аналлос средних размеров, предназначен исключительно для уничтожения наземных целей, пилотируем одним пришельцем. Забавно. Он нагружен звероопасными боеприпасами, если его сбить, превращает все вокруг себя в дымящиеся руины. Поскольку бомбардировщики представляют огромную опасность, каждый обнаруженный НЛ-дальнего вида следует считать приоритетной целью. Бомбардировщики оснащены невероятно мощной ядерной артиллерией, которая способна терять с лица земли военные и гражданские объекты, что, как и можно было ожидать, приводит к резкому росту страха. К счастью, эти корабли не являются особенно грозным противником, их основное вооружение явно предназначено для ликвидации неподвижных целей, а ядерные заряды летят медленно, что позволяет нашим перехватчикам легко уклоняться от них. Сами бомбардировщики не особенно маневренны и не оснащены никакой броней. Поэтому большинство видов вооружения воздух-воздух наносит им большой урон. Их легко уничтожать, если они остаются из прикрытия истребителей. В общем, эти НЛО скорее стратегические, нежели тактическая угроза. Война перешла на тот этап, когда любой регион спонсор, который не защищает наши перехватчики, быстро станет целью дембардировки и капитулирует. Да не надо ничего. Мы же исследуем что-то там? Да. Ядерная взрывчатка. Че-то непонятное, ладно. Так, фантомы заправлены, но не починены. А чиниться будем, нет? А, вот все отремонтировано, отлично. 12, растет. Да-да-да, лазер-перезарядка. Еще я помнил, что там лазер-перезарядка. Восстановление ткани. А, это та самая рука обожженная. Чистоты, с которыми наши солдаты обращаются медицкой помощи, пугают. В общем, они сделали... Ладно, прочитаю. Просто я уже когда в первом прохождении, когда неудачно там все закончилось. Я это... Читал уже это. Результаты анализа заставляют предположить, что инопланетяне ускоряют процесс заживления раны с помощью микроскопических биомашин, так называемых нанитов. Нанитов помогают установить пружиненную ткань, анестезируя белковые мостки, похожие на окружающую их ткань. В результате новые клетки могут заселиться на них вместо того, чтобы формировать рубец. К счастью, эти наниты не настроены на определенный вид живых существ, поэтому успешно работают в организме человека. Несмотря на их довольно сложную структуру, я не вижу препятствий к тому, чтобы уже сейчас наладить их массовое производство. Это позволит нам улучшить медицинское обслуживание в нескольких направлениях. Во-первых, можно улучшить аптечку наших пехотинцев в новой версии бинты и заменить простой балочек со спреем, содержащим наниты. Эти наниты позволят быстро остановить кровотечение, значительно ускорят процесс оказания первой помощи на поле боя, повесит его эффективность. Хрен его знает, тут мгновенные аптечки, я не знаю чем это лучше будет, но видимо больше хп будет останавливать. Альтернативным вариантом является медицинский автораспылитель, модуль которого можно носить в кармане жилета. Он автоматически следит за основным показателем состояния организма и выпускает облако нанитов, если обнаруживает раму или раны. Вот это забавная штука, кстати. Благодаря этому, солдат может сражаться, не теряя время на перевязку раны. Наконец, мы можем также ускорить восстановление и повысить шанс на выживание раненых солдат, погружая их в насыщенную нанитами лечебную сыворотку. Да, для этого придется улучшить наш медицинский центр, но подобное положение средств вполне оправдано. Да. Получена аптечка, автомат, хирургический центр. Так, ну давайте нано-производство. Модуль автомеет, обломись, модуль автомеет. Реактивные ранцы, что серьезно? Ииск сила. Так, мне нужно всякое. Сырье надо. Сырье. Так, нужно срочно поймать тарелку-другую. У меня там много интересного производится. А оленины нету, писария нету. Так, террор. Естественно, отправить боевой отряд. Как же без этого? Фантом идет взамен. Да и не нужен ли фантом? Потому что идет взамен. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Я мог что-то запустить. Лазер. Хотя итак лазер. Да. С Марсами понятно. Человек. Сурово. Ну тут ничего нового. Так, и что у тебя пистолет есть в кармане? Я что-то про этот момент забыл. Может у меня в кармане еще есть парализовалка. Так. Ну если я тебе дам стража. А у тебя так стража. Ладно. Так, пулемет. Пулемет. Снайпер-снайпер. Три пулемета. О, больше пулеметов богу пулеметов. Так, точность. Ну давай снайпер будет. А чё это ты вооружен не знаю как? Страж тебе. Так. Оружие. Да, хоть такую снайперку. Скорина конечно говнище. Реально говнище. Но больше мне нечем порадовать. Я могу вот пулемет, да? Гаусс. Ладно. Я прям в предвкушении. Стрелок. Пум. 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 Ну как-то. Поскольку патронов то? Пятьдесят. Нормально. Стреляй. Наслаждайся. Так. Тебя мы уберем. Пулеметчиков больше нет, да? Ну как же нет? Будешь? Пулеметчик. Страж. Пулеметчик. Страж. Пулеметчик. пущай так так это стрелок с этой это стрелок уже с пулеметом отлично но тут уже такие немецкие ребята пошли марс 3 он стоит стрелок но стрелки очевидно будут с гауссами теперь поэтому и сохраним а еще не так что со стражей ох ёлки все плохо да давай вот так и сохраним в таком виде пулеметчик снайпер тут понятно снайпер обратно понятно пулеметчик я вроде пулемет сменил у кого халявный о пулеметов там много халявных и у меня еще есть пулемет халявы дробовик он такой даже есть 39 здоровья серьезно лучше капрал возьми а че у нас с таким етиск села вот и дистрофан я даже не знаю так причем с медали он уже воевал ну что ж я думаю долетят а на этом все жмите пишите до новых встреч